Витаю, друзья, на канале Капсула Часу и сегодня у нас распаковка очередных посылок, которые у меня пришли. Они пришли и с опозданием, и через моих друзей. Спасибо им за то, что они все-таки вот такими какими-то странными путями ко мне доходят. Вы знаете, что интернет-магазин Натсбанка продолжает чудить. Даже не столько вопрос глюка. Теперь заказать монету можно буквально там в первые секунды или минуты, как она появляется, но все равно как-то это все через пенька воды. Итак, первая монетка, которая у нас сегодня на обзоре, это монета управления Державной охороны Украины. Монета стоит 121 гривна. Накладная, как обычно. И давайте посмотрим на саму монету. Довольно красивая монета. Смотрите, как играет, публикует. Какие интересные символы монета достоинством 5 гривен. Державе, народове, закону. Вот такой у них девиз. И вот обратная сторона монеты. Интересная вообще обратная сторона монеты этой, ну, очень необычный трезуб. В этот раз без всяких вырезов внутри, как вот мы уже привыкли, да, он такой как бы монолитный. И вот эта часть, ну, я в описании посмотрел, это объектив фотоаппарата, которые помогают службе охраны. Ну, не знаю, конечно. Выглядит оно, конечно, очень красиво, но вот как бы интересное такое решение. Интересно, смотрите, вот на этой стороне нет абсолютно никаких надписей у этой монеты. Вообще. Просто ничего нет, только символы. Вот такая у нас монетка сегодня. Ну, кроме этого, давайте немножко будем смотреть, что мне пришло еще. Вот. в других посылках они шли, я же говорю, такими-такими-то странными петями ко мне сейчас, потому что не всегда удается получить их нормально и в срок. А на канале они еще у меня не были. Так. Что же здесь у нас пришло? Сегодня будет немножко необычный выпуск. Я кое-что интересного вам еще дополню и покажу. Ролик об иговых памятных монет. командование объединенных сил Збройных сил Украины и Краина супергероев. Я кое-мо волонтерам. Цены можете посмотреть. Кому интересно, делайте стоп-кадр и изучайте. Ну, я буду распаковывать распаковывать ролик. Давайте его сейчас там вскроем и посмотрим. Вот так. хорошая упаковка. нареканий к нас банку нет. Если бы они еще и так их продавали. вот такой у нас приехал интересный ролик. Это уже в продолжении тех роликов, которые у нас есть. Это специальная такая подарочная не подарочная но сувенирная упаковка. Вот такая монета. Вот ее обратная сторона. Здесь правильно запаковали. Аверс реверс 10 гривен. 25 штук в ролике находится. интересное пополнение коллекции. Скажу сразу. И так идем дальше. Что-то здесь еще приехало. Давайте вскроем посмотрим. Это не было мой сезон монет и нумизматики скажем так этими посылками начинаем. А вот это уже монетка про волонтеров. Видите здесь руки плетут в маскировочную сетку. Это монета еще 2023 года 5 гривен. Сейчас мы попробуем немножко необычно эту монету посмотреть. Тоже нет на ней никаких описаний на этой стороне. Эта сторона как бы из маскировочной сетки покрыта вся наша страна. Вот такая монета. Мы сейчас ее попробуем покрутить со всех сторон и посмотреть как она будет смотреться. Сегодня я попробую применить еще вот такое интересное решение. Вы уже знаете что я нахожусь при фронтовом городе. У нас волонтеры тоже есть. Они собираются в таком волонтерском центре. Это старинное здание в городе Николаеве. и я сегодня вам хочу показать что мы выпустили наша модельная мастерская вот такой небольшой сувенир. Это модель копия этого исторического здания. Мы тоже не стоим на месте. Мы немножечко делаем еще дополняем своей сувенирной продукцией. И вот модель копия. Это масштаб 1 к 500 настоящего здания, которое существует с 1824 года. Вот 200 лет этому зданию в этом году. И вот возможно мы выпустим на основе этого здания подставку под вот такую монету. Помните, мы выпускали подставку под монету Николаев город героев. и вот давайте если вы напишите свои комментарии свое мнение, я к нему прислушаюсь. вы скажете, что надо сделать такую подставку, мы попробуем обыграть это и сделать вот на основе этого здания подставочку под монету, чтобы можно было поставить на полку и здание, где волонтеры, и монету посвященную волонтерам. Вот такая вот у нас есть задумка. Так, теперь откроем посылочку. вот так накопилось всего у меня. Давайте вскроем просто и посмотрим, что еще здесь у нас такого интересного. Больше в коммерции ничего нет. Вот по воздушной тревоге. Вот и у нас мы снимаем. Продолжаем съемки. Итак, краина супергероев. Дякую ему за Лизничникам. Кому интересно. Ставим на паузу. Смотрим цену. 98 гривен такая монета стоит. Итак, еще одна монета посвященная именно тематике военной. Обратите внимание, 2023 год, Украина и трезуб выполнен в виде рельс. С этой стороны ук залез нынца. Дякую ему залез нынч нынкам. И вот смотрите, да, мы начинали с этой. Какое здесь исполнение нашего герба интересно и какое здесь. Интересно, очень стилизованно из рельс сделан герб. И вот теперь давайте еще немного поговорим про эту монетку, потому что вот была еще такая марка. Я обзор делал, ссылочка будет внизу в описании по подсказке в верхнем правом углу. Вот смотрите, какое получается дополнение к этой монете. Это марка, которая выпущена Укрпочтой. Ну, я думаю, что прекрасно буду смотреться, если на полке как-то установить и марку и монету. Друзья, пишите свои идеи. Мы, возможно, реализуем эти идеи в виде каких-то подставок сувенирных для монет и для марок. Жду ваших предложений, идей, совместно мы это с вами однозначно сможем сделать. Я просто со своей стороны вам напомню, что когда-то в советские времена была вот такая железная дорога. Ее выпускали в ГДР, Пика, вот так соединялись рельсы железной дороги и по ним детвора пускала паровозики. У меня есть еще один отдельный канал, на котором я рассказываю про железную дорогу, про модель железной дороги, которую я со своими друзьями сделал, которая сейчас экспонируется у нас в музее в городе Николаеве. так вот я бы вам хотел предложить вот такой вариант. Смотрите, то, что я его реализую, это однозначно, это вот по таким рельсам бегали паровозики, у нас они тоже бегали до того, как начались обстрелы у нас очень сильные, музей очень сильно пострадал и теперь пока паровозы у нас на макете не бегают. Вы сейчас видите просто кадры хроники и у меня тоже был отдельный выпуск посвященный этим событиям, когда обстрелы, как это мы восстановили городок частично, но пока паровозы не действуют. Вот видите вагоны такие были. Ну, кое-кто из вас вспомнит однозначно и напишите мне, поделитесь со мной своими воспоминаниями о своем детстве тоже о такой железной дороге. Так вот у меня такая родилась идея. Я на платформу, которую прицеплю к паровозу обязательно уже позже, когда наши паровозики побегут по железной дороге в нашем городке Dream City. Кстати, подпишитесь на тот канал, там тоже кое-что интересное выходит. Я на железнодорожную платформу хочу сделать подставку и на эту подставку установить вот эту монету, чтобы паровозик провез по городку Dream City такую монету. Возможно, что я сейчас я вам покажу какую подставку я хочу сделать. Возможно, что я сделаю несколько подставок. Вот смотрите, вот такая подставка канал капсула часу и я хочу, чтобы монетки на железнодорожной платформе как это будет выглядеть паровозик провез и покатал такие монетки. А посетители нашего городка чтобы могли посмотреть и порадоваться не только за жителей городка Dream City но еще и как-то посмотреть именно нумизматические вот всякие сувениры выпущенные Национальным банком во время войны. И вот возможно, что на одной из платформ мы сделаем еще отдельную подставку а возможно мы просто вот такую марку разместим где-нибудь на железнодорожном вокзале у нас в городке Dream City и это будет как баннер стоять такой ну это вы напишите мне тоже свое мнение потому что возможно что у вас конечно будут тоже какие-то идеи мы их возьмем себе на вооружение и ну вот совместными такими усилиями мы как-то сможем украсить и наш городок и продвинуть больше как бы интерес к нумизматической продукции это вот из другой смолы мы попробовали поэкспериментировать с черной смолой видите кому интересно такие подставки тоже пишите мне на адрес электронной почты внизу в описании я его приведу и там с вами договоримся если вам тоже нужны будут такие подставки под свои монеты довольно неплохо они смотрятся когда стоят на полке ну можно убрать конечно это я для себя делал надпись капсула часу ну понятно что будет просто монета вот такая без и без надписей подставка без надписи и вот мы делали два варианта посмотрите когда монета немножко под уклоном расположена да стоит как бы под наклоном чтобы ее лучше было видно и вот второй вариант это мы делали когда она просто вертикально стоит ну такие вот у нас задумки ну я думаю что на сегодня это все что вам думал рассказать тому вас вподобай козь меня наступное видео до наступных встреч до наступных историй пока пока друзья до наступных до наступных Продолжение следует...